День добрый, панове Тайшнсподавцы! Итак, настало время подвести некий итог, саккумулировать все эти знания, которые я пытался вам донести на протяжении там уже сколько уже было 5-6 материалов на эту тему. Мы начали с видео про тенденции современных двигателей, про облегченные поршневые я рассказывал, потом подробно-подробно, там больше часа была лекция, рассказывал про кольца, какие они стали, почему они начинают перегреваться, какие у них размеры. Кто не видел, пересмотрите, потому что это крайне важно, чтобы сейчас, сегодня говорить уже на каких-то общих языках, на каких-то общих понятиях, основываясь на каких-то общих знаниях. Обязательно пересмотрите те две лекции про современные двигатели, после чего, после темы с железом, я перешел тему, затронул тему масел, то есть мы рассказали про современные масла, про влияние вязкости, где она важна в современном двигателе, мы рассказали про то, про то, какие, вспомнили опять же лекцию про кольца, и основываясь на той лекции про кольца, я рассказал, что смысл прожарки масел совершенно глупое явление, и он совершенно не несет никакого практического смысла и применения, то есть упомянул это в своей лекции. Ну и в третьей лекции про масла я рассказал про проблему, которая вылазит на самом деле при либо неисправных двигателях, либо когда в них залазят люди и осознанно меняют какие-то элементы конструкции. Я рассказал про то, что бывает с маслом в зимний период в наших регионах, когда у нас идет нагрев двигателя, потом сильное его охлаждение, накапливается в двигателе влага. Я рассказал, к чему это приводит. И все эти вещи крайне важно знать, чтобы правильно эксплуатировать современный двигатель и успешно на нем ездить. Сегодняшняя лекция, как вы уже поняли из названия, мы проговорим о том, с упором на технические, какие-то конструктивные особенности моторов, проговорим о том, как двигатели правильно эксплуатировать. И постараюсь немножечко объяснить вообще, почему так произошло, почему двигатели стали такими, хотя, в принципе, если вы пересмотрите вот эти пять лекций, про которые я сейчас говорил, в принципе, наверное, и так все будет понятно. Но мы как бы резюмируем все это вместе, соберем все эти знания в кучку и попробуем кратенько, если получится кратенько, конечно, попробуем все это рассказать и донести сейчас, аккумулируем все эти знания. Итак, да, я сегодня буду сокращать, потому что, о чем повторюсь, все это уже подробно рассказывал. Буду говорить кратко, если есть какие-то вопросы, в первую очередь, еще раз говорю, отсылаю на те материалы. Поэтому, если какие-то глупые вопросы, я не буду отвечать в комментариях, как это было в предыдущих лекциях. Очень часто вопросы были, ну, ребята, ну, без обид. Я просто не отвечаю на такие вещи, которые проговаривались многократно, которые уже были освещены подробно, вот, например, почему это так температура растет, почему я утверждаю, что там должно быть не больше 300, а кольца сгорают, хотя материал там стали там 400. Ребят, пересмотрите, если подробно рассказывал. Ну, это ладно. То же самое будет и сейчас, так что, так что вот так, да, пересматривайте и не задавайте, не повторяйтесь. Сегодня поговорим еще раз про то, как с этим всем жить и как этим пользоваться, потому что, на самом деле, встретить сегодня мотор архаичный, примитивный, старый, в котором все эти вещи были не важны, достаточно трудно, хотя в тех моторах было значительно больше проблем и значительно в старых моторах было больше проблем. Может, они были немножко другие, может, они были, скажем так, более привычны, особенно нашим дедушкам, бабушкам и так далее, старшему поколению на каких-то сказках, поверьях и фольклоре которых мы, некоторые из нас, строят какие-то выводы, пытаются эксплуатировать автомобиль на основе опыта автоматцов, на основе карбюраторных моторов 60-х и 50-х. Но все ушло давно и моторы другие, проблемы другие, подходы, соответственно, другие, о чем мы сегодня и говорим. Итак, начнем. Значит, я кратенько накидал, но это не то, что план, а, собственно говоря, основные тем вещи и моменты, которые надо помнить и держать в голове, эксплуатируя современный двигатель. Оно все расположено в фронологическом порядке, как мы, собственно, почти рассказывали в тех лекциях. И начнем мы, собственно говоря, с той первой лекции, еще раз затронем тему облегчения поршневых групп. То есть, почему это важно, почему, в принципе, я это рассказывал. На самом деле, потому что все эти моменты очень сильно влияют, опять же, на эксплуатацию двигателей. Если говорить про облегчение поршневой, да, то есть, мы имеем основную задачу, для чего это делается, кратенько вспомню эту лекцию, это делать для того, чтобы современный мотор мог более спокойно крутиться в более высокую, как бы, зону оборотов, да, то есть, чтобы расширить его рабочий режим, а мы эксплуатируем в основном именно легковой автотранспорт, гражданской какой-то жизни, гражданском использовании, либо где-то в околоспортивном и так далее использовании, хотя в последние годы грань немножечко сближается и размывается, потому что все гражданские моторы уже имеют показатели и мощностные, и динамические показатели близкие, и даже превосходят спортивные моторы, там, 20-летней, 30-летней давности. Поэтому, собственно говоря, тут уже грань стерлась. И еще раз повторюсь, облегчение поршневой группы, это прежде чего, задача какая? Чтобы снизить инерцию вот этих вот поступательно движущихся масс, снизить инерцию вращающихся масс, коленчатый вал, потому что это все связано, я рассказывал в той лекции, да, то есть, если мы снижаем массу поршней, снижаем вот эту поступательно двигающуюся постоянно массу, соответственно, мы благодаря этому можем снизить массу и коленчатого вала, массу противовесов, которые связаны с массой поршней, и так далее, и так далее, и так далее. Это все взаимодействует друг с дружкой, и нельзя что-то изменить одно, не изменив другое. Поэтому, на самом деле, облегчение поршневой группы влечет облегчение на самом деле абсолютно всего, да, то есть, мы можем срезать мясо лишнее везде, снизить потери, снизить нагрузки, снизить необходимую энергию, требующую навращения этого двигателя на холостых оборотах, и так далее, и так далее. Все это, на самом деле, идет во плюс и на самом деле облегчение это опять же пришло к нам из автоспорта постепенно когда эта технология пошла скажем так в тираж когда с ней начали работать очень плотно широко она развилась до того уровня когда стала применима и стала надежна в том числе и в гражданском использовании поэтому на самом деле да все гражданские решения в технике очень часто приходят из порта то есть они обкатываются там постепенно дорабатываются на практике сначала идет каштёре но на практике потом дорабатывать за какого-то приемлемого уровня надежности потом они приходят в масс-маркет как происходит облегчение поршневой я рассказывал ну мало того что применяются сплавы уходят от тяжелых каких-то стали переходят к сплавам на основе на основе алюминия легкосплавные том числе и поршни легкосплавные практически блоки поршни все еще легкосплавные моторе тяжелых металлов черных металлов практически сейчас минимум используется тоже очень хорошо вот но применение и основные идеи простые значит облегчается сам поршень снижается высота жарного пояса и что важно для нас что я хочу сейчас рассказать помимо всего прочего поршень становится коротенький таблеточный несность коротенькие юбки все это играет плюс и позволяет поршню крутиться дальше перекладываться легче на высоких оборотах но здесь есть ряд проблем и ряд особенностей которые нам важны в эксплуатации все это дело приводит тому что поршень перекладывается есть немножко схематичный сообразил перекладывается в поршневую достаточно сложно потому что когда мы берем поршни 60-х такой длинный танковый поршень такой огромный тяжелый весом там под 400 давно бывает легковых допустим 250 300 вот но как правило были очень массивная тяжелая поршня вот они конечно перекладываются достаточно легко и практически незаметно без какого-то серьезного износа и серьезных задиров каких-то последствий поршневой группе современной же поршня особенно учитывая их легкосплав который расширяется не так как расширялись скажем так старая поршня то перекладка является уже проблемой производителей долго достаточно не спешили с внедрением такой технологии в гражданском собственно говоря использовании и было применено ряд технических таких шагов моментов нюансов которые позволят такие моторы эксплуатировать достаточно успешно ну первый нюанс он не совсем технически а это скорее такое гражданское экологическое требование во всех странах стали ограничивать возможность работы двигателя на холостом ходу режиме прогрева то есть это было требование законодательства чтобы вот для людей создать комфортные условия проживания чтобы во дворах не стояли чадящие вот эти вот коптящие двигатели особенно где-то зимой в мороз в двор невозможно выйти то есть все заполнено какими-то угарными газами очень сложно плохо и значит законодательно было во всех цивилизованных не берем сейчас недоразвитые стран третьего мира во всех цивилизованных странах это было запрещено и производители пошли нарядных вещлений и воспользовались вот этими награничением они сделали следующее они во первых сместили значит ось поршневого пальца в поршни раз и сместили относительно поршня положение коленчатого вала все это сделано было не просто так на самом деле все это если брать режим работы двигателя на холостом ходу на холодный это никак не решает проблему с тяжелой перекладкой именно надо холостых оборотов даже ее усугубляет то есть когда у вас смещен поршневой палец куда-то в сторону в поршне до у вас получается что поршень разбалансирован и он наоборот стремится как-то завалиться постоянно на бачок и в случае отсутствия каких-либо нагрузок в случае свободного движения поршня он конечно там будет болтаться как карандаш с тахани особенно холодный когда очень не стал в зазоры это все конечно плохо и на самом деле все эти вещи кажутся на самом деле странными и как-то так испортили двигатель но на самом деле если взять во внимание этот очень важный фактор что двигатель современный двигатель инженеры так рассчитывали его и исходили из того что он никогда в жизни не сможет оказаться заведенным в холодное в холодном состоянии стоя на месте он сразу поедет и они поняли что в принципе когда мотор едет если обратить внимание эту схемку ему нужно немножко сделать больше работы для того чтобы двигать весь автомобиль понятно когда он двигается сразу он прогревается таким образом то есть как я всегда в роликах говорил мотор современ требуется прогревать движение то есть мы и медленно едем нельзя сразу ехать нельзя сразу нажимать в пол нельзя в принципе нажимать педаль газа достаточно агрессивно даже до половины то есть мотор когда его завели на холодную он должен прогреваться достаточно долго обязательно нужно прогревать современный двигатель но нельзя это делать стоит на месте надо делать движение и производители вот именно это и учитывали и вложили в основу всех своих изменений что современный двигатель будет прогреваться на таким образом и когда автомобиль двигается когда автомобиль едет холодный автомобиль по дороге медленно прогреваясь у вас получается топливо-воздушный заряд топлива воздушная смесь она более насыщенная она более энергетически мощная скажем так в ней больше содержится именно топливо потому что надо сделать чуть большую работу чем на холостых оборотах вращая сам себя когда поршень практически никаких нагрузок не испытывает то есть в данном режиме когда машина двигается с невысокой скоростью она вырабатывает там порядка 5 10 киловатт это совершенно ерунда на самом деле для двигателя не нагрузка то есть когда он может в пике выработать там 130 150 200 киловатт вот 5 10 киловатт это совершенно плевая для него вещи и в таком режиме на самом деле уже есть некое более-менее адекватное давление в камере сгорания потому что топливо впрыскивается все-таки чуть больше чем холостом ходу и это все приводит тому и вот именно вот это смещение поршневого пальца рассчитывалось таким образом чтобы давление газов плюс смещение пальца плюс ось под поскольку коленчатый вал чем ближе он к в мт он все-таки под каким-то он не вертикально идет вниз там все-таки есть угол потому что все-таки у кривошипа есть некий свой собственный внутренний диаметр это все учитывается для того чтобы сместить именно поршневый палец на ту величину чтобы именно холодный поршень еще не ставший свои зазоры перекладывался с учетом этого давления перекладывался мягко ровно и это давление которое принципе и выравнивает поршень в таком режиме она способствует ее мягкой перекладки она же как я рассказывал в лекции про кольца как и рассказывал в лекции и про масло эту тему затрагивал это же самое давление газов пытаясь перетечь и через компрессионное кольца при помощи вот этого эффекта разжимания колец прорывающихся пытающихся прорываться газами она же стабилизирует на самом деле кольца которые могли еще в это время не стать в зазор производитель именно этот фактор крайне сильно закладывает и учитывает в проектировке современных двигателей и все это неспроста если брать современный мотор у которого есть смещение пальца есть дизоксаж смещение коленчатого вала относительно оси поршневой группы это все увеличивает его эффективность упрощает его перекладку на холодную ну дизоксаж он еще играет и вторую роль так повышается на такте рабочего хода когда газы толкает поршень вниз происходит преобразование полезной работы собственно говоря делая полезную работу механическую из расширяющихся газов этот момент смещение оси коленчатого вала позволяет более полно преобразовать эту работу но это все связано вместе все это рассчитывается и смещение дизоксаж есть чему это приводит как же собственно жить с этим вот как жить с такой конструкции ну как вы уже поняли я подробненько попытался рассказать ни в коем случае на современном облегченном двигателе нельзя прогревать мотор стоя на месяц на холостых оборотах прогревать его нужно обязательно прогревать нужно повторю для тех кто не понимает таких с этим много попадается людей но прогревать его нужно такой двигатель двигаясь вы завели его и плавно двигаясь на на нижней передаче с неглубоким нажатием газа с невысокими оборотами не больше там двух двух с половиной вы плавно двигать прогреваете такой двигатель выключите в момент печку чтобы она не отбирала тепло потому что двигатели сверх эффективные поставьте на минимум холод холодный водный отчет индиционер включили на холод включили на лобовое стекло шкафа не запотевала поставили там на единичку на двоечку главное чтобы не включали на 1 тепло отопитель салона и двигаясь на 2 передачи там проехали достаточно 800 метров чтобы такой вот двигатель прогреется до в принципе приемной температуре для полностью рабочий там километр полтора у нас полностью вставить 90 градусов это по поводу облегченной поршневой группы как это жить и как эксплуатировать то есть первый пункт нашей вывода мы не допускаем работы на холостом ходу холодного двигателя когда он прогреется когда он уже горячий когда поршень станет свои зазоры он уже не будет так свободно болтаться на перекладках его не будет штырять по всей цилиндрой поршневой группы по всему цилиндру он болтаться будет меньше потому что юбка как вы знаете у поршня нарисовал схематически она имеет немножечко такой вот угол диаметр поршня в районе юбки большего в районе жарова пояса и собственно говоря когда он застанет уже в зазоры когда он будет полностью рабочей температуре прогрет проблема с перекладкой будет значительно меньше горячий мотор и все-таки разбрызгивания масла будет больше то что будет более жидким об этом расскажем ниже хотя жулик договорил короче горячий мотор на холостых оборотах в принципе современный более не работает не так успешно это до него не основной режим производители благодаря вот этой всем этим всем вещам уходили от холостого хода считается что в современный мотор практически не работает на холостом и не должен работать на холостом ходу вот в отличие от старых двигателей где это этот режим ну не являлся основным а скажу так являлся вполне себе безопасным и номинальным для двигателя до современного мотора это режим такой немножечко близко экстремальному не характерно скажем Так, современный двигатель лучше работает на высоких оборотах, на средних оборотах, а холостые для него уже практически аварийная зона работы, чтобы вы понимали Итак, двигаемся дальше Значит, здесь мы разобрались, мы на холостых не тарахтим на холодном моторе Дальше посмотрим на кольца Подробно рассказывал в течение часа в лекции, значит, кратенько напомню суть того рассказа Современные двигатели, чтобы снизить механические потери в цилиндро-поршневой группе при движении поршня вниз, при движении поршня вверх, при вообще работе поршня в цилиндре Основная потеря на трение в двигателе это именно там То есть именно кольца по хону, по стеночкам, масло, не масло, юбки, перекладки Все это, короче, основные механические потери двигателя На высоких оборотах, соответственно, они растут При высокой скорости поршня Вот так это важно Потому что тут надо учитывать ход поршня Учитывать конфигурацию всего мотора, кривошипа и так далее, и так далее Поэтому, на самом деле, будем говорить про скорость поршня в цилиндре Так вот, снижение механических потерь на кольцах Привело производителя к тому, что Если раньше кольца закладывались достаточно массивные, которые, в принципе, могли выдерживать любые нагрузки Опять же, представьте лекцию, какие нагрузки я там рассказывал То сейчас идет массовый переход на сверхтоненькие кольца Это снижает расход топлива, повышает эффективность мотора, снижает внутренние потери Грубо говоря, как-то не странно звучит для обывателя, который далек от темы автомобилей Но применение более тонких колец, на самом деле, позволяет увеличивать мощность двигателя Потому что, если вы загоняете на стенд мотору, который внутренне имеет большие потери Смотрите его пиковую мощность Даже по маслам это хорошо видно Я лично сам это проверял То есть, просто переход на немножко более другое масло Привод тому, что тут же мотор выдает на 3 Ну, в моем случае, там даже было почти 5 лошадей разница Вот, соответственно, с кольцами та же история Снижение механических потерь позволяет повысить отдачу и снизить расход топлива Это, в принципе, вот так и есть И производитель этим пользуется Потому что, на самом деле, если мы хотим продавать мотор Нам нужно показывать эффективность Нам нужно показывать мощность Нам нужно как-то в конкурентной борьбе как-то кого-то побеждать И вот этот ход был достаточно логичный Но к чему это привело? Опять же, это рассказывал в своей лекции про кольца очень подробно Это привело к тому, что, так как кольца выполняют функцию Основную функцию термопередачи от поршня к стенкам цилиндра То есть, от поршня к стенкам цилиндра 70% тепла передается даже больше через кольца Оставшиеся там, допустим, 30% это там поршневой палец, шатун И там процентов 2-5 масла, если ставить масло в форсунке Очень маленький процент тепла передается через масло Еще раз напомню Вот, а основное это именно кольца передают Ну, и еще какую-то часть поршневой палец и шатун забирает тепла Вот, и тонкие кольца привели к тому, что вот функция термопередачи От поршня к стенкам цилиндра Стала проблемой Стала проблемой, сформулируем это так Кроме этого, проблему вызывает то, что поршневая начала облегчаться То есть, если раньше жаровый пояс у поршня был достаточно мощный, массивный Это давало такую серьезную инерцию тепловую То есть, можно было большее время ехать педаль в пол с максимальной нагрузкой Потому что жаровый пояс поршня как-то аккумулировал в себе тепло Накапливал его потом Автомобиль же не все время Ну, спортивный все время, но гражданский не все время ехать педаль в пол Какое-то время есть моменты, когда он все-таки сбрасывает газ Водитель или автомобиль вынужден немножко притормозить В это время происходит отбор тепла И, собственно, вот этот вот жаровый пояс являлся всегда таким буфером Который это все сглаживал Не давал спалить и оплавить поршень В современных легкосплавных поршнях применяются специальные вставочки, тугоплавки в поршнях То есть, вот я рассказывал в той же лекции про кольца Вокруг верхнего компрессионного обязательно сейчас идет тугоплавкая вставка Вообще, кованые поршни уже массово применяются даже на гражданских двигателях Со вставками тоже специальными там тугоплавками, которые вплавлены именно внутри В донышке вот этого поршня, который контактирует, собственно, с камерами разгорания в самом поршне Находится, там обязательно будет вставочка вплавленная Вот, но кольца все равно остаются главным термопередающим элементом И когда они стали тоненькие, то на вот этот вот один миллиметр от того кольца Я в этой лекции подробно рассказывал, что основная функция колец это термопередача Повторюсь еще раз И если мы берем кольца, у которых просто выше профиль Соответственно, площадь прилегания к стенке цилиндра у него больше Соответственно, тепла она успевает передать У кольца есть некая своя теплопроводимость Материал колец никак не изменился при переходе на более тонкие кольца В принципе, там, наверное, с 50-х, 60-х ничего нового здесь не изобрели Да, там применяется хром, ваналь, какие-то сложные, достаточно сплавные Но это было уже очень давно И ничего нового, там, последние 10 лет с переходом на сверхтоненькие кольца не появилось Все то же самое, все как и было раньше И напыление было всегда свинцовое, мягенькое, притирочное Все это осталось без каких-то модификаций Что изменилось? Да, мы снизили потери Мы снизили потери на трение в центре поршневой группе благодаря тоненьким колечкам Уплотнение газового стыка, оно, в принципе, выполняет более-менее адекватно Такие кольца до сих пор Здесь никаких проблем нету И расчеты позволяют говорить о том, что, в принципе, даже некий запас даже у таких колец имеется Но термопередача, соответственно, как вы поняли, является проблемой То есть, если у нас есть плюс, это снижение миг потерь То есть и минус в таких кольцах Это выше их теплонапряженность За счет того, что у нас снизился размер жарового пояса За счет того, что поршень облегчился, кольца стали тоньше Соответственно, если вы едете с максимальным нажатием педали Открытым дросселем максимально педалируете Вы требуете от мотора выдавать максимальную мощность То, соответственно, тепла на эти кольца будет прилетать значительно больше Плюс еще важный фактор Надо не забывать о том, что в различных режимах у двигателя различная эффективность То есть, это мы перейдем к миссии образования следующего пункта Я буду это рассказывать То есть, если вы едете в достаточно эффективном режиме То мотор более полно сжигает топливо Более полно оно сгорает И, соответственно, потери будет меньше Будет преобразовываться в работу Энергия более полная И нагрузка на кольца, на самом деле, в таких режимах даже может быть чуть-чуть ниже Как происходит рост температуры кольца? Это тот вопрос, который всех смутил Во время обкатки, например, у вас температура кольца растет за счет того, что оно притирается И кольцо получает еще температуру просто Если вы едете от процесса сгорания внутри Постоянно получаете температуру сверху И пытается передавать ее стенкам цилиндра через гильзу в охлаждающую жидкость Все это приводит к тому, что кольцо может переглеться При этом в таком режиме, в режиме, когда вы едете на обкатке Температура кольца может даже превышать температуру верхнего зоны днища поршня Проблема возникает именно в этот момент И в этот момент можно превысить температуру кольца даже за 400 градусов Когда, в принципе, металл начинает опускаться Приводит к тому, что кольцо становится ватным, вы его спаливаете При этом в таком режиме, если у вас источником тепла является трение Повышно трение в момент притирки кольца к стенкам цилиндра То температура в зоне маслосъемного кольца на самом деле растет не так значительно, как принято думать То есть источником тепла для компрессионных колец является эффект притирки Сверху тепла может долетать, в принципе, номинально абсолютно количество В передачах кольца тоненького кольца к стенкам ограничено его высотой Плюс вы постоянно грузите мотор, давая ему лишнюю нагрузку Не скидывайте нагрузку, не даете кольцу шансов как-то охладиться Передать тепло, больше остыть стенок цилиндра Это все приводит к тому, что кольцо перегревается выше 400 градусов И происходит, собственно, ее опускание, оно становится ватным После этого работать перестает Что происходит после этого? Кольца плотно уже не прилегают к стенкам цилиндра Они перестают выполнять свою функцию термопередачи А тепло сверху от камеры сгорания поступает исправно И постоянно, поскольку двигатель работает Это приводит к тому, что температура начинает расти Начинает расти температура днища порши Начинает расти температура в районе колец масла Компризионных, потом и масла съемных Начинает уже гореть масло После этого появляются расходы и так далее И так далее, и так далее То есть это режим обкатки То есть если вы на обкатке в момент перетирки даете высокую температуру Кольца не справляются с функцией термопередачи Начинает температура повышаться, повышаться, повышаться Доходят до 400, кольца загорают Второй режим это, собственно говоря, связан с тем, что кольца стали тоненькие То есть кольца стали тоненькие Поршневая группа величина жаровой кость стала меньше Это режим просто езды, слишком долгой езды в режиме максимальной мощности И очень важный момент Современный двигатель позволяет двигаться в режиме максимальной мощности И, в принципе, рассчитывается Все вот это хозяйство рассчитывается Чтобы такой режим не приносил какого-то фатального ошибка двигателя Но очень важный момент Что происходит после того, как вы едете в таком режиме То есть мотор В принципе, даже если посмотреть на дорожные условия Крайне редко вы можете достаточно длительное время ехать в режиме максимальной мощности Всегда где-то меняется рельеф Меняется профиль дороги Меняется именно ее направление То есть она начинает поворачивать Скорость сбрасываете Сбрасываете нагрузку с двигателя Самое важное в этот момент что? В этот самый важный момент что? В те моменты, когда вы снимаете Перестаете требовать от мотора выдавать свой пик В этот момент надо сделать так, чтобы двигатель И температура от колец максимально быстро начала уходить к стенкам цилиндра Наилучший режим Об этом я уже рассказывал ранее Наилучший режим охлаждения колец Это режим торможения двигателя Когда у вас все крутится Обороты двигателя по-прежнему высокие Циркуляция масла связанная с маслонасосом, который тоже крутится на тех же оборотах Тоже высокая Помпа вращает, гоняет охлаждающую жидкость тоже высоко Обдув всех радиаторов Всех зон двигателей Поддоны Всего на свете Тоже достаточно высокий В этот момент У вас в режиме торможения двигателем Топливо отсекается Не подается в камеру сгорания Температура в камере сгорания резко падает В случае дизеля и отсутствия дроссель заслонки Вообще в принципе через поршневую начинает пролетать просто воздух насквозь В случае присутствия или бензинового двигателя Присутствия дроссель заслонки Там есть возможность через клапан холостого хода что-то там чуть-чуть минимально пропускать Но тем не менее двигатель просто работает без сгорания Он просто работает как компрессор Сжимая и отпуская воздух Это все приводит к тому, что кольца при этом полноценно прилегают к стенкам цилиндра Никуда они не делись Циркуляция жидкости полноценная Которая омывает вашу гильзу тоже достаточно высокая Масло, которое вокруг разбрызгивается Продолжает отлично разбрызгиваться То, что не сжигает топливо никак ни на что не влияет И соответственно в этом моменте Когда вы тормозите двигатель Происходит тот эффект Когда лишнее тепло Для чего был нужен жаровый пояс Постепенно начинает уходить от поршня И он остывает Остывает до номинальных температур До режима Когда с кольцами ничего произойти не может Как люди сжигают кольца на моторе Который был на самом деле хорошо обкатан Очень частый момент Который происходит Это когда вы едете в педаль в пол Ну Потом выдачет Люди Ну Часто редко происходит Потому что часто Коробки автомат Но Я замечал Народ После отжига Включает Нитралочку И типа Я тут это типа Все снял нагрузку Даю мотору остыть Вот на самом деле фигушки ребята Когда вы включаете нейтралку Когда вы двигаетесь Вы во первых снимаете обороты мотора Вы снимаете циркуляцию Охлаждающей жидкости Потому что обороты Попы падают Вы снижаете циркуляцию масла Потому что обороты масла Насоса падают И при этом Сгорание топлива Никуда не пропадает Потому что мотор Уже приводится в движение Нет колес А ему нужно крутить Само себя шпунь заглох И горячий раскаленный двигатель Который был максимально разогрет Вот пиковым режимом Пиковой нагрузки Вот эти вот кольца разогреты Жаровый пояс уже горячий до предела И уже инерции никакой нету Запаса прочности нету И в этот момент Вы ничего по сути не снимаете Вы ухудшаете циркуляцию Всех жидкостей Но продолжаете сжигать топливо А напомню что холостой Режим двигателя Это очень не оптимальный режим И при этом Именно на холостом ходу Максимум тепла Уходит именно в кольца Именно в поршни То есть работы Мотор никакой не делает Топливо избыточно подается Ну на дизелях нет На бензинах Оно избыточно Вот И мотор Продолжает нагреваться дальше Вот И после такого отжига С плохой циркуляцией Всех жидкостей Когда вы врубили нейтралку Или работаете Просто остановили мотор Работать на холостых оборотах Даже после трасса Остановились на холостых Сразу резко Вы сжигаете ваши кольца То есть температура На них крайне высокая Им бы нужно дать остыть А вы ничего не убираете Вы только ухудшаете их Режим остывания И при этом Продолжаете сжигать топливо Продолжаете передавать в них тепло Они не то что не остывают На них температура Начинает расти за 400 градусов Вы их сжигаете В этом месте Соответственно И ложится Маслосъемное кольцо Начинает Гореть масло И так далее То есть Если вы так Коряво едете Если вы порите свой двигатель Осознанно Выводите его из строя То конечно вам нужно Делать прожарки масел И подбирать те масла Которые в таком Варварском Идиотском режиме Что-то смогут выдержать Вообще так делать нельзя Еще раз говорю Если вы отжаренный мотор Я как человек Который ездит часто На автогонках Я являюсь чемпионом Республики Беларусь В своем классе По скоростному маневрированию Я никогда После Боевого круга Не еду на холостых Не еду на нейтрали Я включаю Высшую передачу Просто отпускаю Все педали И прямичок Просто накатом На шестой передаче Прокатываю Чтобы мотор остыл Кстати моментально видно Что температура тут же По 80 градусов падает Хотя было там под сотку Вот Это очень видно Когда вы именно Накатом Торможением двигателя На передаче Отпустив все педали Вот это С плавным понижением оборотов Прокатываете Какой-то прямик Очень видно Что температура Действительно Очень резко падает И температура Действительно Очень хорошо Остывает В таком режиме Если включить нейтрали Работать на холостых Ни хрена не остается Вот Это на практике Можете сами проверить Второй режим Который Третий режим Кстати крайне важный И вот в реальной жизни От него очень трудно Избавиться На самом деле Это Современные мегаполисы Пробки Особенно Манера вождения Которые Опять же Очень часто Можно видеть В крупных мегаполисах Постсоветского пространства Когда люди Загорается зеленый Каждый хочет быть первым На следующем светофоре Начинаются Светофорные гонки Педали в пол Мы пытаемся выжать из мотора Максимум что он может Вот Через 300 метров светофоров Мы Пух И стоим на холостых Обдува нету Вентиляторы Не справляются Циркуляция на холостых Все жидкости То же самое И так вот постоянно И так вот Светофор 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 И вы так Разгон в пол Пух на холостых Разгон в пол Кобзда Вот этим кольцам Кобзда Вот эти кольца Старые кольца У которых Высота кольца была Полтора-два миллиметра Тоже сжигались Такие кольца тоже залегали Масложор был и на этих моторах Такого режима Выдержать не сможет никто Но на самом деле Повысить температуру За 400 градусов Таким режимом Когда мотору Не дается шанса Передать тепло Через кольца Стенком цилиндров Когда вот этой вот Высоты не хватает Чтобы отдавать все Все-все-все Плюс еще Гильза Не может принять столько Тепла Потому что циркуляция Влаждающей жидкости меньше И мотор перегревается И в принципе Уже появляются Даже могут Даже крайность Не то что кольца спалины Можно и задрать Поршневую группу Такими режимами Особенно если вы ставите Сетки в бампера И так далее То есть еще хуже Усложняете Теплоотдачу Уже собственно говоря От радиаторов К атмосфере Это все ухудшает И портит режимы двигателя Поэтому Кольца Перегревается Именно так Вот три варианта Ну по сути два варианта Это после отжига Включили нейтралку Едем на холостых Или же После отжига Резко сбросили скорость И стоим на месте На холостых Вот и то и то Для мотора Крайне плохо Чтобы кольца не сжигать Крайне важно После высоких нагрузок Ехать именно С торможением Двигателя на передаче Только так можно Остудить кольца И не дать им спалить Крайне важно Для современных колец Ездить в таком режиме А обкатка Вот три точно Значит первая обкатка Потом После отжига Включить нейтраль Катиться на нейтрале И после отжига Остановиться Торотеть на холостых Или просто заглушить двигатель Что в принципе Еще хуже Заглушить двигатель После отжига Это глупо Ребят Но я даже Честно говоря Сразу об этом не подумал Ну потому что Это такой Слишком примитивный случай И я надеюсь Сами понимаете Что там и турбина ляжет И все что хотите Ляжет И собственно говоря Если вы после отжига Остановите У вас вообще Здесь в принципе Начнется Разрушение И потом на старте У вас тут же При срыве поршни При провороте Как бы задерет Поршневую Потому что там Образуется Кокс По-любому Там Масло есть Кольца Перегреты Ну короче Сто пудов Вы сразу Поршневую Запорите Не просто там Кольца спарите А еще и подерете все Сразу глушить нельзя Ни турбу Ни атмосферу Неважно какой мотор Именно после отжига Прокатите его На передаче Охладите его Торможением двигателя Следующий момент Значит Двигаемся дальше Я извините что долго Но так получается Лекция получилась обзорная Значит Еще раз повторимся Первое Значит облегчение Не допускаем Работы холодного Холостого хода На месте без движения Не сжигаем кольца Не Опять же Не допускаем После отжига Холостого хода Опять все Холостой ход Ведь упирается Охлаждаем кольца Именно движением В режиме торможения Двигателя Это все Обязательно важно Для современных моторов Особенно с такими Тоненькими колечками Ну и в принципе Современные моторы Не сказал что Режимы отжига Должны быть коротенькие То есть если моторы Старые Вот с такими кольцами Можно было действительно Эксплуатировать в режиме Кольцевых гонок И достаточно долго Успешно То современные моторы Все таки давайте Им остывать Именно при помощи Торможения двигателем чаще Потому что жаровые Кольца у них меньше Инерция у поршней меньше Перегреть их в принципе Проще И такие кольца не Справятся Двигаемся дальше И дальше пойдем уже К смеси образования И здесь тоже Важная тема Современные двигатели Потому что Если вы помните В предыдущих лекциях Я делаю картиночку Я рассказывал про то Что борются Все за эффективность Моторов За эффективность Сжигания топлива И смеси образования Очень важный фактор Где очень много Было проведено работы Современные моторы Именно по смеси образованию Очень сильно отличаются От старых устаревших Двигателей Здесь был применен Во-первых Прямой впрыск Во-вторых Очень сильно моторы Двигаются В сторону Попытки Работать На Смерхмалых Сверхэффективных Смесях Значит Прямой впрыск Штука очень полезная И хорошая Но Несет за собой Ряд проблем Ограничений Связанных С тем Что Прямой впрыск На самом деле Крайне критичен Как бы это странно Не казалось К тому Что Изменилось Вообще В принципе Место Смеси образования Оно стало Не в коллекторе А внутри цилиндров Поршневой группы И Привело к тому Что В случае Если ваше масло Не Возвращаюсь Если вы переездили На масле Если Если Пакет присадок Сработался Если масло Сработало Сильно Окислилось То Его пары Вот эти Отложения От масла Начинают Очень обильно Сильно накапливаться На головке блока На впускных клапанах Такие двигатели За счет того Что переехало Место образования Прямо в камеру Прямо в цилиндр Поискать стоплю туда Появилась проблема Именно с маслом Если вы на масло Сильно перекатываете Если вы масло Ездите на масле Которое потеряло Уже свои свойства И химически Уже не стабильно То соответственно Отложение Такого масла Будет крайне высокие Мало того что не смывает Ни черта отложения Самого Оно и является источником Этих отложений Поэтому для прямопрысковых моторов Чтобы ездить Такими моторами успешно Опять же нельзя Ни в коем случае Перекатывать масло Это очень важно Дальше Следующий вопрос Опять же важно Почему Чтобы не было нагарных клапанов Производители с этим борются И в последние годы Появились комбинированные Впрыски Когда стоит на цилиндрах По две форсунки Одна в коллекторе Вторая уже прямая Непосредственная Привез пословие Смеси образования И так далее И так далее Идея заключается в том Что бы хоть как-то Смывать эту всю ерунду С клапанов При помощи Впрыска Топлива Старым Добрый способ Коллектор Но это больше костыль Хотя в принципе Мера Вполне себе ожидаема Как с этим бороться Но бороться опять же Чертуюсь просто Контроль за маслом Капельные пробы Если вы это будете делать На таком современном моторе Менять масло чаще Не стараться Сделать перепробег На таком масле То и нагара На клапанах Будет меньше То есть просто Потому что масло будет Даже вот эти пары Которые прилетают туда Поскольку масло На нормальном состоянии И не склонно К разложению Потому что оно еще Свежее не сработало То в принципе Нагара наставлять Будет значительно меньше Или почти не будет Дальше важный момент Это работа На сверху бедных смесях Если брать Старый двигатель Ну экспериментировать С этим Поначалу больше всего Японцы Немцы подключились И Европа подключилась Значительно позже Американцы до сих пор С этим очень осторожничают Работа на бедных смесях Работа на бедных смесях Работа на бедных смесях Значается тем Что такие смеси Вы помните Стехимическое отношение Топлива К воздуху 14,7 к 1 Там бывает Все такое Но если мы говорим Про бедные смеси Это 15,16 к 1 Такие смеси Разжечь трудно Это раз Второе Такие смеси склонны К денутационному Розжигу Резкому Взрывному С ростом Температуры Давление И вообще Разрушение Двигателя На самом деле Такие исследования Проводились часто И если мы Как-то принято говорить Не ждем внезапной Детонации И удивляемся Откуда она произошла А сами Приближаем мотор К этому порогу детонации И ожидая ее Эту детонацию Заранее Превентивно Делаем меры По ее Эффекту снижения То этим можно пользоваться И все современные Моторы Если говорить Про смесиобразование И Работа на таких Смесях В принципе Искусственно Загоняют двигатель В режим Пограничной Детонации Такой То есть они Постоянно Прощут Эти детонации И связано Это с тем Что Такой режим Позволяет Разжигать Бедной смеси То есть Когда у вас Температура В камере сгорания На грани фола Грубо говоря Вы ее сами Приближаете То это позволяет Именно такие Бедные смеси Разжигать Искровым зажиганием В нужное нам Время Достаточно успешно И хорошо Причем Если мы Это контролируем Если мы заранее ожидаем Какой-то эффект И заранее Откатываем Углы Это прописано Во всех Режимах Современных моторов То этим пользуются И пользуются И пользуются очень успешно Это снижает расход топлива Более того Оказалось что Этот же эффект Горячих двигателей Не только позволяет Работать на бедных смесях Этот же эффект Позволяет Очень хорошо Сжигать Полно Очень богатые смеси Вот На горячих моторах Где температура В камере сгорания Близка И значительно выше Близка К преддентонационной Если гораздо выше Стандартной Которой мы ездили Еще не так давно В 90-х То и богатые смеси Сжигаются полно И это позволяет Выдать большую мощность Двигателю Чем в принципе Выдавалось На более холодном Двигательстве На моторе В котором Цельно-поршневой группе Температура ниже Просто потому что Полнота сгорания бензина Она При таком горячем двигателе Значительно выше То есть если раньше Мы говорили Вот я в том ролике Про кольца Затрагивал Если раньше Полнота сгорания бензина Была не более там 75% То сейчас Можно говорить о том Что топливо сжигается С эффективностью Порядка 80% И в трубу улетает Уже немножечко меньше Это именно то Что приводит К повышению мощности двигателя Если говорить Про то Как это достигается В связи с образованием моторов Это достигается Тем что Начали работать Очень плотно Начали работать С термостатированием двигателей Здесь кстати Первые были не японцы Потому что Японцы работали Именно с бедными смесями Но пытались работать Немножко по старинке Да Старыми методами Европейцы пошли другим путем Первым здесь была Переоткрывать BMW Она в своих двигателях Попыталась сделать Моторы горячими Изначально И Поднимала Температуру Рабочую температуру Охлаждающей жидкости До 105 градусов При этом Давление В контуре охлаждения Там было Около рабочее Давление 2 бара И можно сказать Что хотя BMW Начала эти Эксперименты Это еще В далеком 95 По моему году Ну где-то к концу 90-х Появились горячие Моторы У баварцев То на самом деле Можно говорить Что где-то С середины 2000-х С десятых Эта технология Стала использоваться Повсеместно У всех производителей Она показала Что действительно Очень сильно повышается И мощность двигателя И эффективность двигателя И очень сильно снижается Расход за счет того Что моторы Работают всегда На гране интонации Всегда работают В горячих таких режимах Перегорячих режимах Это хорошо Сейчас у всех У всех Может быть японская школа По-прежнему Немножечко более осторожна Скажем так Японско-корейская Но европейцы Повсеместно Используют Именно сверхгорячие Двигатели Сверхгорячие режимы Производители Сейчас Плотно работают С термостатированием моторов То есть если Раньше термостат был Простой Пружинка Биометаллическая пластинка И все Который открывался При температуре Всегда одинаково Всегда в любом В любую погоду Время года Время суток И так далее То сейчас используется Термостатирование Умное электронно управляемое Более того Термостатирование Может быть уже Не двухконторное А трехконторное И даже если заходить дальше То сейчас уже термостатируется И масло Вот Но сейчас чуть позже Об этом скажу Итак значит Если брать первый эксперимент Это BMW в 95 году Именно Эксперимент был Я скажу так честно Эксперимент был Не очень удачным Да и почему сейчас Появились в интернете Сказочки про то что Не необходимо ставить Холодный термостат Это скорее такой костыль От того что Технология была сырой И не совсем хорошо Термостат 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 То он на самом деле Выполнял две функции То что делали всегда Люди занимающиеся Автоспортом И люди Эксплуатирующие моторы Вот Именно в таких сложных Регионах Когда На зиму ставился Термостат горячий С температурой открытия 92-95 градусов А на лето Ставился термостат Холодный С открытием 80 градусов Это было крайне важно Чтобы эксплуатировать Мотор успешно Потому что Нагрузка летом Достаточно жесткая Большая И мы можем спалить Те же самые кольца И нам нужно чтобы Охлаждающая жидкость Циркулировала Активно И отдавала тепло Лучше и так далее И нужно чтобы термостат Открывался быстрее И вот эта вот Инертность тепловая Именно в плане Охлаждающей жидкости Она была минимальная Чтобы мы успевали Отводить тепло Чтобы не было вот этого Плавного открытия Чтобы рост Температуры В рубашке охлаждения Не Не был слишком высоким Чтобы она успевала Сбрасываться на внешний контур Поэтому Конечно Летом в жару Все переходили Механически Ставили термостаты На 80 градусные Вот эти пружинки Там 82 84 И так далее На зиму На зиму Чтобы не было То что я рассказывал В лекции Про водонакопления Чтобы кипятить Наоборот Масло Прогревать его Ставили наоборот Термостат Открывались на 95 градусов Опять же Чтобы поддерживать температуру масла Потому что летом Такая проблема не стоит Масло греется Выше охлаждающей жидкости Летом Где-то градусов на 10 На 15 Даже бывало в спорте На 20 На 25 градусов Масло выше температура Но опять же Понятно что эта температура Не в поддоне Понятно что температура После маслонасоса Понятно что температура Обычно снимается В районе маслофильтра В голове будет еще выше И так далее Но не про это сейчас разговор Именно имеется ввиду Потому что Летом вопрос Температура масла Не стоит никак Летом Как я еще раз говорил В ролике Про влагонакопление Если вы ездите на берегу Франции И Испании Там в жарком климате Ставьте холодный термостат Не дурите голову Будет мотор хорошо Если видите зимой В нашем регионе И весь масло Не нагреваете до 100 градусов Опять же Куча кандидатских Куча исследований Можно перебирать Кучу работать И даже в русскоязычной сети Их много Потому что у нас Регион собственно холодный Постсоветский И у нас Проблема водонакопления Крайне жестко Очень много моторов Убивалось На эту тему Особенно очень много Когда начали пригонять Транспорт из Европы Итальянские Испанские рынки Южные регионы Когда гнали машины Подготовленные Для тех регионов Они очень быстро Вот этот масляный гейзер Под капотом Это вот зрелище Которое у нас Лично в Беларуси Было вот в каждом дворе Вот встречалось И там Фиаты часто Сиаты Вот эти вот машины Французы очень многие Давали такое Тошнило их Маслицам Это вот прямо Было Я помню регулярно Каждую зиму Такие знаете Человек сбегает Не знаю что делать У него там брызгает Световулкан Ну это было прикольно Вот А проблемам с влагонакоплением Да И баловались А электронный термостат Позволяет Вот это вот Все Позволял и задумка была И в принципе Хорошая До сих пор это все работает И производители это дело развили Эти технологии улучшились Они как раз делали так Что летом в жару Термостат Электронный термостат То что говорят люди Знаете вот Есть такие обыватели Которые далеки от техники Они увидели что у них термостат В пике открывается на 105 градусов На самом деле Его термостат открывается На 80 градусов 90 процентов времени Но когда мотор холодный Когда он едет В режиме прогрева То что я вот рассказывал Когда вы прогреваете утром Он будет нагреваться До 105 градусов Только потом открывать Ну соответственно это хорошо Потому что быстрее Мотор выйдет на рабочий режим Выпорит воду Будет меньше влагонакопления Будет меньше потерь Он быстрее выйдет в номинальный режим Поскольку откроется Вот в таком режиме И его эффективность будет выше И салон то Он при этом лучше прогреет По таком режиме Потому что тут же проблема Еще есть Мотор очень эффективный Да то есть У него потерь на тепло мало Он больше работы Преобразовывает Механическую энергию Соответственно Горячий термостат На таком двигателе Позволяет и салон лучше нагреть Это благо исключительно На такой термостат Это очень хорошее дело Но Еще повторюсь БМВ Получилась идея Не очень рабочая Если бы они сделали не 105 И не упирались в эти два бара Из-за которых трескались все резинки Трескались все патрубки Давление два бара держать Очень сложно Это реально очень большое давление Если мы говорим про жидкость Вот И это была проблема И вот эта вот Идея Держать 105 градусов И плюс еще алгоритм Вот этот алгоритм Ну сложная схема Ладно уберу Вот Он был не очень оптимальный Он не очень быстро реагировал Скажем так На изменения окружающих Понятно что если вы включали Там его режим Он сразу ставил 80 И в принципе Ничем не отличался от Холодного термостата Который В принципе На чистых Эмках в принципе Не ставили Такое дело Потому что машина не подразумевалась На эксплуатацию на каждый день Там стоял И никого не парил Расход топлива Эффективность Нагрев салона Машина была не про это Машина была про спорт Соответственно там можно Просто писать 80 И сэкономить на этом деньги Вот Если мы говорим про машину Универсально То конечно электротермостат Это было очень крутое изобретение То есть Избавляло людей От вот этого вот Сезонного рукавдовства И замены там Холодного на горячий Горячий на холодный И так далее То есть он сделал из коробки само Что сделали другие Немецкие компании Тот же Volkswagen Тот же VAC И как бы не ругал Про вот эти вот кольца На TSI Которые не выдерживают нагрузок И их форсировку Которые априори На такие кольца Не приспособлены Вот Но TSI VAC Они сделали очень классную штуку Во-первых у них три контура Охлаждения это раз Электронно управляемые термостаты Появились практически тогда же Но они не ставили давление 2 бара И не делали температуру 105 То есть они сделали то Что делали вот у нас Когда-то в гаражах Они сделали 80-90 что-то Я не помню сколько там 90 Я помню 92 или 96 Вот такое что у меня в голове Почему-то вспоминается Короче VAC сделал такую штуку Они тоже поставили Электронно управляемые термостаты Но проблема с BMW Они не ставили стать высокое давление Вот и все И эта система тут же заработала идеально То есть мотор был относительно горящий То есть вот этот вот эффект Когда При этом Детонационные Вот эти вот Моменты в двигателе Позволяют разжигать Сверх бедные смеси Плюс еще прямой впрыск Способствует тоже Этому лучшему смеси Смеси образованию И тоже Более успешному Разжигу То что японцы делали Более успешному Разжигу бедных смесей Вот VAC 25 этого хватило Плюс они сделали Три контура охлаждения Когда Контур ГБЦ Контур блока Это разная контура Вот по-разному Нагревается По-разному держит тепло Что-то нужно охлаждать сильнее Что-то медленнее Что-то держать Потом еще в блоке Могла жидкость Вообще в принципе не циркулировать Какое-то время То есть это очень умная система И очень грамотная система Которая действительно Позволяет Выжать из мотора Максимум эффективности И максимум мощности То есть опять же говорю Что горячий мотор Позволяет сжигать Более полную смесь И из там Грамма бензина Вытягивать больше киловаттов Вот Более того VAC пошел дальше Современные моторы VAC Чтобы полностью Убрать все вопросы С влагонакоплением У них стоит термостат на масло И он настроен на По-моему 103 Почему-то у меня в голове Крутится Вот в трехлитровом Моторе У VAC По-моему 103 градуса Стоит термостат на масло Который Начинает Пускать масло По кругу охлаждения Через теплообменники Только когда температура масла Превысит 103 градусов Очень хорошее решение Вот прямо Вот блин Я бы себе так вот Сделал бы И поставил Потому что на самом деле Кстати многие так это делают И это связано больше с коробками Будет лекция про вариатор Я как раз расскажу Потому что там кстати Вот ребята Ставят термостат на масло И тоже очень хорошее решение Вот Но VAC это делает завода То есть представляете Насколько сильно Продвинулась система С электронным термостатированием Когда мы Мало того Что поддерживаем режим Эффективной работы мотора Пользуемся Всеми преимуществами Современного Смесиобразования Более полно Сжигаем смеси Получаем большей мощности Меньший расход Вот И при этом Это все еще успешно Работает зимой И позволяет убирать Влагу из мотора Проблема заключается Связь какая У многих Обывателей Здесь возникает Дисбаланс А как же быть Здесь С перегревом Колец И вот Горячей системы Ну Помните правильно Что Вся суть Вот этой идеи Заключается в том Что Режим Сверх бедных смесей Горячего двигателя Он работает В те моменты Когда вы едете Поглаживая Педальку Когда в принципе Температура в камере сгорания Она в принципе Это высокая Но не 400 градусов На кольцах Да То есть высокая Это значит Вот температура охлаждающей жидкости Там будет 95 Там под 100 Да Вот Температура в камере сгорания В момент Когда вы двигаетесь Весьми сверху Там будет там под 200 Ну не 400 на кольцах Да Это совсем разная вещь На самом деле И как только вы нажимаете Педаль в пол Или как только система видит Что на улице сейчас лето и жара Вот А не мороз Минус 20 или там Ну минус 5 какие-нибудь да То система тут же скинет Электротермостат на 80 Откроет Пустит все по большим кругам Здесь кольца Она как раз Сбережет хорошо Наоборот Такая система Которая когда нужно Открывает термостат рано И делает его холодным Наоборот Она очень успешно И очень хорошо Сбережет ваши кольца И поверьте Если мотор будет температура 100 градусов Вы включите режим То что я рассказывал Режим торможения двигателем Режим когда отсекается топливо Мотор будет видеть Что мотор горячий Масло горячее Все горячее Он будет на полностью открыт Все системы циркулировать по максимуму Тепло от стенок цилина Будет отводиться максимально Хорошо и эффективно И он будет работать Даже лучше Чем любой Механический термостат Который вы поставите сами Вот эти три контура Плюс еще отдельный термостат На масло Все будет открыто Максимально Там еще эффективность Там можно сделать больше То есть в этих моторах Это электротермостаты Можно сделать Больший запас На рассеиваемое тепло Потому что У нас есть электротермостат Когда нужно Мы закрыли И не переохлаждаем масло Когда нужно Вау Открыли на всю дырку И охладили его Как нам нужно Потом если переохладилось Закрыли То есть в старых моторах Всегда был баланс Нельзя сделать Более мощный масло радиатор Потому что масло Будет все время Слишком холодное Тоже плохо Потери Ну поговорим сейчас Про гидроэлемические потери И так далее Короче идея Вот заключалась в том Что это все Очень правильно и здорово И с этим Обязательно нужно работать И жить Значит Как это в эксплуатации Теперь поговорим Вот про то что я рассказывал Да В эксплуатации таких моторов Все еще не на самом деле Одновременно и просто И одновременно и сложно Просто потому что На самом деле Все это хорошо работает Эффективно работает И Единственная проблема Она одна Это то что Все эти режимы Все эти Вот моменты Позволяющие экономить топливо И выдавать Большую мощность Они приводят к тому Что ваше масло Очень быстро стареет То есть нагрузка на него Достаточно высокая Потому что Его Загоняют по малому кругу Его Постоянно держат В температуре 100 плюс В этом Позволе 100-150 И конечно Процесс Старения естественной Старения масла Не вот этот процесс Когда у вас мотор сломан И кольца вы сожгли А просто естественный процесс На всех вкладышах На маслофорсунках Если они стоят Которые охлаждают поршень На распредвалах На голове Где повышенная будет температура При прямом впрыске И при бедных смесях Голова будет сильно перегреваться Чтобы вы понимали Вы наверное знаете об этом Я надеюсь Вот То масло стоит быстро То есть если у вас Современный мотор С прямым впрыском Послойным смесеобразованием С работы на сверхбедных смесях Мотор горячий С электронными термозатами Надо контролировать Опять же Капельными пробами Масло Контроль Контроль Еще раз контроль И не перебегайте на этом масле Не надо на нем перебегивать Опять же то что я сказал В самом начале Перекат масла Быстрое старение масла Ведет к тому что Вот эти системы Прямый впрыск Клапана Голова Все это будет быстро зарастать маслом Будет отложение Лаковое отложение Нагрузки там Особенно на голове На бедных смесях Будут высокие Вот поднимали крышку На TSI Кто вот видел Много в интернете расшилок Там все в гутолине Опять же потому что Прямо впрысковый мотор Попытка работы на бедных смесях Перегревает именно голову Вот И масло там конечно тоже Масло прилетает Если вы на масле Пере бегали А этот проблем возникает Именно при перепрокате На масле То отложение там будет Мама на рога И это не связано Еще раз повторюсь с кольцами Это связано именно с тем Что моторы они горячие стали Масло кипятится везде То есть когда масло работает На таких режимах Да оно стареет быстрее Просто меняйте масло Это неплохо Не надо ставить холодный термостат И убивать масло водой зимой Нормально что масло стареет Ну поменять его раньше Ну в чем проблема Ну всегда масло еще Если вспомнить штаты Послевоенные штаты Масло менялось Раз в две тысячи миль И это было нормально Никто не парялся По этому поводу А сейчас видите У нас масло меняется Раз в десять Раз в семь тысяч И уже кто-то что-то возмущается Капельные пробы масла Замена без перекатов Касательно горячих моторов И вот этих вот режимов Бедных смесях Тут еще тут не масло Но ребята тоже вот Важный фактор Как такие моторы эксплуатировать Ни в коем случае Не ездите на низком октане Если вы хотите Что у вас мотор работал В нормальном режиме Как его задумал инженер Как вот эти карты Запрограммировал Управлением двигателем Заливайте октан Вот даже лучше по максимуму Который написан У вас там где-то в инструкции В книжке То есть если это TSI мотор Это только 98 плюс То есть 98 Сотый со второй Если атмосфера 95 смело 98 там уже не нужно На атмосферных моторах 98 наверное Может быть перебор Хотя здесь то какой Если там степень сжатия 12 Прямо впрыск Можно и атмосферу Кормить 98 Тоже скажет спасибо Если у вас SkyActiv С переменной степенью сжатия С цикла Миллера То Миллера Аткинсона Там даже уже ближе к Аткинсу Надо говорить Вот То там конечно тоже На 98 В принципе сожрет конечно Но лучше все-таки 98 Можно с SkyActiv На пятом ездить Но все-таки тоже 98 Предпочтительно Опять же потому что Мотор всегда работает На грани детонации Чтобы он работал Максимально эффективно Чтобы он выдавал Все что он может И не работал На каких-то режимах Не улетал в какие-то Нерасчетные режимы Не допускайте Не допускайте Слишком жесткого детона Что касается LSPI Поговорим еще про это Это связано с темой Колец LSPI Никакого отношения не имеет Вот к этой штуке На самом деле LSPI Возникает тогда Когда у вас Каким-то образом Мотор был Кольца были перегреты Когда Кольцо Верхнее компенсионное кольцо В момент какой-то Перекладки Вот это вот маленькое Колечко здесь вверху Может являться источником Калильного зажигания И когда смесь начинает Сгорать Вот это вот Зазорчики между поршнями И гильзой От этого Раскаленного Кончика Перегретого кольца Которое Не плотно прилегает Не передает тепло Перегрето До 400 градусов И так далее То это Кольцо Является источником Калильного зажигания В этом вот Зазоре между гильзой И поршнем Соответственно Фронт Пламени Начинает распространяться Оттуда Это перегревает Очень сильно поршни В этой зоне Он не рассчитан Здесь нет упрочнений Как на днище поршни Соответственно поршни здесь Плавится Стекает поддон Ну мотор разрушается LSPI связан именно с тем Что кольца слишком тонкие Вы каким-то образом Как я уже рассказывал Перегрели Бывает Часто LSPI возникает на моторах Когда вы едете Тошните на сверхнизких Оборотах Практически как на холостых Но при этом Еще с высокой нагрузкой Температуры Ну короче Опять же все связано с тем Что вы Перегреваете Крайне сильно Перегреваете кольца Не даете им остыть И это может еще И приводить К такому эффекту Который называется LSPI Я считаю что масло Здесь абсолютно ни при чем И это связано исключительно С тем что были Перегреты кольца На грани их Опускания Сжигания этих колец И при Их там Какой-то закоксовке При их Неправильном поведении В цилиндре Происходит Калильное зажигание От кольца В этом зазоре Вот этот LSPI Так и происходит И следующий момент Подходим к концу Значит как жить Еще раз повторюсь Не допускаем Холостого Холодного хода Прогрева на месте Без движения Не сжигаем кольца Еще раз говорю Охлаждаем ваш мотор Торможением двигателем Как можно чаще В пробках Не топим Ни на холостых Не стоим Контролируем Масло Если мотор горящий Проверяем Меняем чаще По капельным пробам Октан топлива Соблюдаем Крайне важность Современных моторов И дальше пойдем Про Гидродинамические Потери в двигателях Про Собственно говоря Систему смазки Систему охлаждения И все что там С ГСМ В моторе связано Значит В современном двигателе Много об этом тоже говорилось Есть два различных подхода В современном двигателе В плане смазки Это Значит переход На сверхжидкие масла Или переход На переменные Маслонасосы Значит Первая тема Ее могут себе позволить Только очень Высоко развитые Скажем так Цивилизации Высоко развитые Технологические школы Это японские школы Где Применяется Достаточно тонкая Высокая Качественная Подгонка Всех элементов Двигателя Когда есть Селективная Сборка Вкладышей По цвету Выверяются Вязкость Это Это первая Это первая школа Применяется Ведет Тех Масл Масл Маслососы Температура Температура Немцами Мерседес Мерседес Маслососы Для двигателя Эксплуатировать Как Если радуетесь Технически Он проедет Мотор Какое-то время Особенно На жарких странах Может быть Но я не фанат Таких вещей К тому же мощность Будет ниже Если написано Что допускается В такие моторы Японской и корейской Школы Двадцатку Десятку Вот такое и лейте И чем более жидкое будете Заливать Тем будет лучше Вашему мотору Вот Если допустим Есть моторы Некоторые Для японских рынков Внутренних Там пишут двадцатку А допустим И для российского региона Пишут тридцатку Все равно лейте двадцатку Потому что мотор на самом деле Все равно одинаковый И лучшим будет на двадцатке Ну Не сделайте мотору лучше На густых маслах Вы просто получите Больший расход Хуже смазку цилиндопоршневой группы Может теоретически Такое масло Как-то чуть больше прослужит Но опять же Делайте капельные проги Капельные пробы Не делайте В принципе Пробегов на масле Все будет хорошо На любом масле В том числе на двадцатке Отличное масло И кстати температура Надежда лучше чем тридцатка Если же у вас Системы современные Если брать Европейские школы Переменные маслососы Термостатирование масла Ну тут Проблема заключается в том Чтобы на этих машинах Успешно ездить Нужно немножко заморачиваться Потому что системы Достаточно надо признать сложные Была вот как история С те электротермостаты МЭВ Где они получили за счет Высокого давления масла Крайне неудачные Действительно моторы из этого Выходили из строя Я тут признаюсь честно Да Это было так Ну BMW сами понимаете Такая компания Достаточно специфичная И моторы у них тоже Достаточно специфичные Есть хорошие Есть удачные Есть не очень Но Заморочек не хватает И так же и с Вольцвагеном Эти все системы Очень эффективные Хорошие Продвинутые системы Очень сложные То есть Если у вас есть Три контура охлаждения Если у вас есть термостатное масло Переменный маслосос Вам нужно на регулярной основе Проверять их работоспособность То есть Особенно если стоят масло в форсунке Очень часто бывает Что проседает пружинка масло в форсунках Давления в голове нету Распредвалам капец Если у вас Заклинул какой-то из термостатов Допустим Циркуляция в блоке нарушена Совмейный ват возьмем Да Капец Вашему блоку будут задиры И так далее И так далее То есть эти системы Просто требуют регуляции И они не будут писать ошибок То есть они могут ничего Никому не ругаться Не говорить То есть крайне важно На таких машинах Именно Профилактически Проверять давление масла Манометром Электрическим Не там на приборке Там ерунду пишут Современно в Volkswagen Ничего есть Настоящего на приборках не пишут Единственное что есть Правда на приборке Современного Какого-нибудь Кодиака Как мы в комментариях обсуждали Единственное что он показывает Настоящий и честный Это обороты двигателя Больше на приборке нету А ну и Уровень топлива в баке Наверное тоже Можно сказать что Похож на правду Все остальное Это блин Погода на Марсе Скорость он врет На 10 км в час Температуру Охлаждающей жидкости Вообще Очерная что показывает То есть вообще никакой связи С настоящей температурой Мотора нету Ну и когда у вас три контура Непонятно что показывать В блоке В голове и так далее Он что-то там расчетное Эмпирическое показывает На его мнениях В его каких-то розовых попугаях Он это еще считает Температуру масла Можно вывести там Спортный режимах Тоже показывает Абсолютно ерунду какую-то Хотя реально это все надо проверять И надо проверять механическими системами То есть вкручивать с места датчиков Определенные Манометры Механические И смотреть сколько ваш мотор Давит на холостых На оборотах На горячую На холодную и так далее И это крайне важно проверять Регулярно На таких моторах Такие моторы Требуют технического Очень высококвалифицированного Технического обслуживания Вот такая получилась У меня очень длинная лекция Ребята Ну и Если подводить итог Всему выше высказанному Для чего все это было нужно Я это говорил постоянно На протяжении всей лекции Повторюсь еще раз Все это Современный мотор Не надо говорить Что они плохие Не надо говорить ومен одноразовые Что они никуда не гадятся Это моего москвич У моего деда был москвич Вот это уху рот говно ваш москвич на самом деле все вот это вот что сейчас делается и какие технологии применяются автомобилестроения все это значит для двух вещей чтобы первое увеличить мощность вашего мотора он поехал бодрее веселее и давал нужную динамику разгона и второе что при этом снизить расход топлива вот это все есть она все работает как задуман производитель не пожалуйста не не ломайте не надо ничего делать не надо ничего выдумывать не надо слушать дедушкины вот этот народный гаражный фольклор забудьте пожалуйста все давно изменилось все давно уже по-другому эксплуатируете мотор по сути вот это все написано ну кроме может быть контроля масла капельными пробами да вот контроля масла кабины про все остальное написано в книжке по эксплуатации вашей машины просто делаете вот просто ездить на ней по сути если вот это все собрать в кучку эксплуатация современный мотор современная машина потому что надо не просто вышел завел поехал до заправки заправился уехал Все, то есть не надо ничего изобретать Обкатали аккуратненько Дальше просто ездим, не стоим, не греем Не надо делать мотору типа лучше Вы только его испортите Делайте, как делают все Просто сели, просто ездите, ничего лишнего Да, надо чуть, может быть, единственное, что проверять капельные пробы, делать масло И то это сделать достаточно один раз Вы примерно будете представлять, сколько это масло работает в вашем двигателе Дальше просто меняйте по этому опыту, повторяйте его Не надо каждый раз со щупа на листике капать, бегать и так далее с открытым капотом Не перегревайте кольца Как можно больше ездите в режиме торможения двигателем Проверяйте масло, соблюдайте октан Не надо лить второй Не надо в турбомотор лить пятый Все будет у вас хорошо Не бойтесь электронных термостатов Особенно в регионах с холодным климатом Ни в коем случае не надо в себя руководить Да, проверяйте, как система работает Да, если у вас BMW, вы попали Потому что BMW это, ну да, BMW Вот, тем не менее Не надо его выбрасывать Не стоит Да, система требует рук, внимания и средств Да, там давление, да, там 2 бара Но тем не менее, лучше пускай это все будет Горячее, меняйте чаще масло Не надо вам прожаривать, не надо ничего Не перегревайте кольца, меняйте чаще масло Ездим, просто ездим Наслаждаемся вашим современным двигателем Который разгоняется до сотки за 5 секунд Не надо больше ничего делать Ездите и наслаждайте двигателем Не надо ничего рукожопить, не надо и так далее Все, что нужно делать на современных моторах Это инструментально, периодически проверять давление масла Проверять работу термостатов Проверять работу контуров охлаждения Иногда мыть Не ставьте сетки Не надо ничего модернизировать Дополнительно в моторе Там и так все очень хорошо продумано Родинамика капотного пространства Есть заслонки Не надо ставить картонок Не надо ничего утеплять Особенно там, где стоит несколько контуров Там 3 или 4 даже контура Если считать еще контур масла отдельно Термостатируемый Не надо ничего там рукожопить Не надо никаких автоодеял Все с мотором хорошо Просто ездите Просто не мешайте машине работать Будет вам счастье И у вас будет эффективный мотор Который выдает значительно больше мощности, чем в 90-х Который живет значительно меньше топлива, чем в 90-х И все будет у вас счастье Так что здоровья вам Вашим железным друзьям Коням железным Не ломайтесь И до новых встреч До побочения Субтитры сделал DimaTorzok